Совсем немного осталось до открытия в Заинске памятника воинам воздушно-десантных войск. Эта идея появилась у десантного братства давно, и в этом году она будет воплощена. Памятник решили установить во втором парке. Центр города превращается в место мемориальной славы. 2 августа заинские десантники отметят профессиональный праздник на официальном месте. Изначально вот этот парк, он предназначен как парк боевой славы. Тут должны быть все родовоиск и так далее и тому подобное. Это чисто в воспитательных целях молодежи. Замечательная идея для воспитания подрастающего поколения. И у самих ребят, кто служил, есть о чем вспомнить, есть кого вспоминать. На изготовление памятника у скульпторов Азылы Шапова ушло около полутора лет. Скульптура, отлита из бетона, установлена на гранитном постаменте. Пока здесь идет работа, осталось уложить брусчатку, еще привезти гранит. В установке памятника помогают десантники-добровольцы. Официальная церемония открытия запланирована на 2 августа, день воздушно-десантных войск. Десантники решили поставить памятник всем воинам всех времен, которые служили, которые имеют отношение к воздушно-десантным войскам. Собрали денежные средства, сами скидывались, попросили скульптора-художника. Еще одна скульптура авторства Азылы Шапова появилась на территории больничного городка. Он посвящен всем медицинским работникам. Установили его сразу после ремонта одного из последних корпусов. Ладонь и с одной точки можно видеть руку, а повернув взгляд, получается голод. Рука держит сердце, там нормальная кардиограмма, цветочки. Это означает, что все хорошо. И наши сердца в надежных руках медиков. Тут же есть слова Гиппократа. Опять-таки, работу медиков сравнили, сравнение такое, что искусство. На самом деле так же. Возьмите хоть хирурга, хоть кого. Это тончайшая работа же. С инициативы установки памятника к скульптору обратилось руководство Заянской ЦРБ. На воплощение идеи ушло полгода. На территории больничного городка Азыл Шапов подарил вторую жизнь еще одной скульптуре. Она установлена на входе. И можно сказать, что является визиткой Заянской ЦРБ. Скульптуре матери с ребенком более 40 лет. И когда шло благоустройство, территории больницы после ремонта старого здания поступило даже предложение убрать скульптуру. Но Азыл Шапов решил все-таки попробовать и сделать реконструкцию. И хотя на первом этапе реконструкции памятник и развалился от ветхости на три части, все-таки его удалось сохранить. Правда, современный скульптор внес свои поправки. Мальчик в первоначальном исполнении повторял знаменитый жест Ленина, указывая путь вперед. Азыл Шапов посадил в ладонь малыша птичку, которую отпускают на волю. Вот такой вот небольшой секрет от знаменитого Заянского художника и скульптора. Елена Маврина, Денис Ипатов. Новости Татарстана.